Вот сейчас социальный фонд собрал средства, сотрудники социального фонда собрали средства, и вот мы закупили прицел тепловизионный, который мы отправляем с удовольствием военнослужащим полка 1044, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это по их запросу, мы очень надеемся, что они и в ночное время смогут выполнять задачи. Важность посылки сложно преувеличить. Бойцы рассказывают, что зачастую цели поражают именно благодаря этому оборудованию, а пользоваться им можно как ночью, так и днем. Рядом аккумуляторы для этого самого прицела. Здесь же на столе детектор дронов. Он реагирует на приближающихся птичек и подает бойцам сигнал. Весь этот стол собрали сотрудники регионального отделения социального фонда и неравнодушные рязанцы. Все по заявкам бойцов, как контрактников, так и мобилизованных. А это пульт от квадрокоптера Mavic 3T. Юлия Чеснокова рассказала, что нашим бойцам удалось посадить вражескую птичку. Теперь это трофей широкоугольной камерой на 48 мегапикселей, зумом и тепловизором. А благодаря этому пульту квадрокоптером теперь можно будет управлять. И это только часть гуманитарной помощи. К нам присоединяются наши друзья, коллеги, родственники и друзья друзей. То есть у нас уже круг людей, которые жертвуют средства, на которые мы можем технические вещи закупать, шириться. Это, например, вот эти очки, дорогостоящая вещь. Это, например, собрали родители 4-го лицея. Очки эти – вещь незаменимая, говорит Юлия. Принцип их работы прост. Когда их надевает боец, то он видит траекторию полета вражеского дрона. И можно уже от этого выстраивать свою тактику. Сумма только этого стала около 400 тысяч рублей. Помимо этого бойцам в зону СВО отправят порошковые огнетушители, маскировочные сети, сухой душ, гигиенические салфетки. В общем, самое необходимое. Мы, военнослужащие мотострелкового полка 1044 11-й отдельной десанто-штурмовой бригады, выражаем слова благодарности за сбор и отправку гуманитарной помощи. Это видео за прошлый месяц. Есть еще месяцем ранее и еще раньше. Гуманитарку бойцам отправляют регулярно. Собирают своими силами, по запросам. Мечта Юлии Чеснокова – отправить бойцам систему радиоэлектронной борьбы. Возможно, удастся уже совсем скоро. Общими силами. Чуть пониже.